Друзья, всем привет, добрый день. Вчера кандидат в министры обороны Украины, по версии украинской правды, человек Кучма Медведчука, ну и, соответственно, Пенчука Ирина Верещук, бывшая депутат «Слуги народа», кандидат в мэры Киева и ныне министр временно оккупированных территорий, по делам временно оккупированных территорий, не знаю, какие там у нее дела. Ну, в общем, заявила она, что война будет, друзья мои, долгой. Долгой и затяжной, и надеяться на скорую победу нам не стоит ни в этом, ни весной следующего года. В общем, нужно сжать кулаки, затянуть пояса и готовиться к затяжной войне. Это заявление Верещук, видимо, должно было стать отправной точкой ее пиар-компании, для того, чтобы она возглавила Министерство обороны, принадлежащее Пенчуку, соответственно, Кучме и там дальше, знаете, да, кто за ними всеми стоит. И украинская правда так и написала у себя в материале, что претендующая на пост министра обороны Верещук предупреждает украинцев о том, что война будет затяжной. В общем, понятное дело, что такое заявление повлекло за собой омасштабнейший просто хейт. Вот хейт, да, от людей в комментариях, даже несмотря на марафон национального оболванивания, информационную цензуру, подконтрольный офис у президента, это телеграммные помойки и боязнь владельцев СМИ говорить правду и давать слово тем, кто говорит правду, люди написали прямо в комментариях, ну, я их не буду цитировать, я вам просто под скринами покажу, что люди написали в ответ на мнение Верещук или заявление Верещук, что война будет бесконечно долгой, а она в это время будет красивой такой министершей обороны, раздавая миллиардные оборонные заказы фирмочкам Пашинского, который связан с Турчиновым, то есть Порошенко и Яценюком. Посмотрите мои видео недавние по этому поводу, как Зеленский втягивает в свою орбиту Кучму, Пенчука, Порошенко и Яценюка, и Турчинова, как раздает им оборонные заказы, крутые должности, ну, вот Верещук теперь должна была получить должность министра обороны, но мы сейчас не об этом, а о хейте, собственно, поговорим, то есть она так и не поняла, с чем связан хейт, ну, вот почему люди так возмутились ее заявлением о том, что война будет бесконечно долгой, и родила на следующий день пост о том, что, ну, в общем, ее просто завидуют ей, короче, ей завидуют, и для людей, которые сами это прекрасно понимают, что война будет бесконечной, неприятно, что прозвучали такие трезвые мысли от человека из команды президента, а не любую херню, которую херобору нам в уши заливают, они все говорят, ну, это просто мы команда президента, мы имеем право говорить херню, наверное, так у них в голове это устроено, но, в общем, она выпустила пост, вот я там заскринил его, пожалуйста, почитайте. Ну, я хотел бы просто провести короткий ликбез лично для Ирины, лично для ее патронов, Кучме, Пенчука, офису президента, которому она так нравится, которые с ее помощью сначала продали кличку Киев, обелетили его, поназначали своих Алексеев, Кулеп, Тимуров, Ткаченко и других персонажей, Бойко разных там из окружения, Ларечников, Ермака, Кулепов, сначала в городадминистрацию, потом там поругались, ну, побизнесовали в Киеве при ее помощи, теперь хотят побизнесовать в Минобороны, и очень надеются, это так вырывается, видите, о том, о чем я вам рассказываю, что война будет бесконечно долго, они набизнесуются так, что аж прямо, блядь, из ушей будет вытекать. Короткий ликбез для вас, ребят. Украинцы возмутились не тем, что такие умные, как говорит Ирина Верещук, слова прозвучали от члена команды президента, а от того, что вы охренели. Потому что вы в команде президента, устроив свои жопы в теплых кабинетах, попрятав родственников за границей, наживаясь на войне и тому многочисленное количество свидетельств, не налаживая оборонное производство, не занимаясь оборонно-промышленным комплексом, не готовясь к зиме, не ремонтируя энергетическую инфраструктуру, нихуя, короче, не делая, рассказываете нам, что война будет очень долгой, и советуете, как нам надо родину любить. Знаю, что политики Ютуба этого не приемлет, возможно, это будет понижать рейтинг видеовыдачи, но, ребят, давайте назвать вещи своими венами, они просто охуели. Подписывайтесь на канал Дубинский в Ютубе, Дубинский проф. в Телеграме, там очень много того, что не успевает попадать в видео мои, подпишитесь, читайте, поставьте лайк, звоночек, напишите комментарии для того, чтобы продвинуть это видео, чтобы вы увидели как можно больше украинцев, которые, ну, должны знать, что они в край уже, охуели, я имею в виду власть. Будьте здоровы, пока. Субтитры создавал DimaTorzok